Добрый день! Новости на вашем канале НТС в студии Джангл Мирзаду и Шенбекова. Турецкие медики ведут круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья президента нашей страны Алмазбека Тамбаева. Об этом журналистам по телефону сообщил посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Джунусов. В целом, напомним, по информации аппарата президента, состояние здоровья Алмазбека Тамбаева удовлетворительное. Сейчас, по сведениям посла, медики ожидают результаты медобследований. Напомним, позавчера вечером во время авиаперелета в Нью-Йорк, где президент должен был принять участие в сессии Генассамблеи ООН, в аэропорту Стамбула медики обнаружили симптомы проблем с сердцем. В итоге было принято решение провести углубленное медобследование. Отметим, для восстановления здоровья президент взял краткосрочный отпуск до 1 октября. И сегодня пресс-служба президента распространила заявление главы государства относительно поправок в Конституцию. В нем Алмазбека Тамбаев выражает уверенность, что депутаты Джугар-Кукинеша дадут народу возможность самому принять решение по предлагаемым изменениям в основной закон и вынесут законопроект на референдум. Такое решение депутатов, по мнению главы государства, будет расцениваться как поддержка общего курса на укрепление независимости Кыргызстана и создание справедливой и эффективной политической системы. В истории каждого государства есть моменты, когда надо проявить единство ради будущего своего народа и страны. Уверен, народ Кыргызской республики и избранный народом Джугар-Кукинеш за прошедшие 5 лет убедились в том, что у президента Алмазбека Тамбаева не было и нет меркантильных целей, тем более, когда речь идет о государстве и государственной деятельности. Не верю, что кыргызстанцы и депутаты пойдут за провокаторами, поверят в чушь о каком-то стремлении к узурпации власти и желании у Алмазбека Тамбаева оставаться у власти после окончания единственного президентского срока. При Акаеве и Бакиеве конституционные изменения власть проводила в угоду действующим президентам и их семьям. Тогда было понятно, против чего оппозиция выступала, а сегодняшние основные противники исходят, к сожалению, исключительно из личных амбиций. Они соглашаются с необходимостью изменений, но находят самые разные причины, чтобы заболтать вопрос. Это не государственный подход, это пренебрежение будущим своей страны. Несостоятельны также аргументы о попытках так называемого окружения президента закрепиться у власти с помощью предлагаемых поправок. Там нет и намека на это, и любому грамотному человеку это видно. В конце концов, в Кыргызстане еще не было, и, думаю, не будет никогда случая, чтобы заранее кто-то мог предугадать за год-два, кто будет следующим главой государства. Поэтому я сразу заявил о своем неприятии так называемой операции «Приемник». Нет в поправках и того, что ослабляет парламент и слишком усиливает премьер-министра. Напротив, там усиливается коалиция большинства и появляется реальная парламентская оппозиция. Поправки – еще один большой шаг Кыргызстана к укреплению истинного парламентаризма. Спецслужбы накануне предотвратили возможные взрывы в районе улицы Махатмыганди и переулка Первомайского. Как сообщили в ГКНБ, информация о подозрительных черных пакетах, расположенных прямо на перекрестке, поступила в милицию поздно вечером. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила завернутые в полиэтилен самодельные взрывные устройства. Пакеты со взрывчаткой находились в непосредственной близости от муниципального магазина. После того, как район был отцеплен, за работу принялись саперы. Самодельные бомбы подорвали с использованием водяной пушки. Во время спецоперации, как подчеркнули в ГКНБ, никто не пострадал. Сегодня на всем перекрестке улицы Махатмыганди и переулка Первомайского можно было увидеть лишь несколько милиционеров. Следователи работают рядом с тем самым муниципальным хлебным магазинчиком, который стал вчера ночью центром внимания спецслужб. О том, что происходило здесь накануне, знают лишь жители расположенных в округе домов. Бешкекчане этого спального района из числа очевидцев неохотно, но все же поделились своими впечатлениями об увиденном. Приехали милицейские машины. Сотрудники в форме вывели всех людей за периметр. После этого я увидел саперов. Через полчаса или час, точно не помню, произошел взрыв. Он был довольно мощным и все испугались. Оказывается, было несколько пакетов. Два молодых парня 18-20 лет позвонили в милицию и сообщили о них. Мы не знаем, кто их принес. После того, как все закончилось, этих парней увели, чтобы допросить их и узнать подробности. В Комитете национальной безопасности рассказали все более детально. Сигнал о странных черных полиэтиленовых пакетах поступил на дежурный пульт милиции в половину десятого вечера. Каким образом эти подозрительные мешки появились на перекрестке, никто из местных жителей не видел. Но посмотреть самостоятельно, к счастью, не решились. Выяснить, что же в них находится, приехала группа из сотрудников внутренних дел и ГКНБ. Самые плохие подозрения подтвердились. Два пакета оказались напичканы взрывчаткой. В ходе осмотра двух полиэтиленовых пакетов, оставленных возле муниципального магазина, были обнаружены самодельные взрывные устройства. В целях безопасности жители прилегающей территории были эвакуированы, территория оцеплена. Саперами Госкомитета национальной безопасности Кыргызской республики с использованием водяной пушки были обезврежены самодельные взрывные устройства. Жертв и разрушений нет. Ближе к полудню в районе происшествия сняли все оцепление. Взрывотехники взялись за необходимые экспертизы, а следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия. В ГКНБ призывают граждан к бдительности и чаще обращать внимание на подозрительные предметы, а в случае чего незамедлительно сообщать в дежурную часть или звонить на бесплатный номер 102. Алексей Немашкал, Миримта Шибекова, Самат Далтахонов, НТС. К новостям за рубежом. Прокуратура США предъявила обвинение задержанному за взрыв в Нью-Йорке. Главным подозреваемым по делу является американец афганского происхождения Ахмат Рахами. Помимо попытки убийства людей в Нью-Йорке и Нью-Джерси, к обвинениям также добавились использования оружия массового поражения и разрушения собственности. Сам Рахами находится в больнице, где отправляется от ран, полученных в перестрелке с полицией. Напомним, в минувшую субботу в Нью-Йоркском районе Челси прогремел взрыв. Около 30 человек получили ранение. Следствию пока неизвестно, связан ли молодой человек с конкретной террористической организацией. В свою очередь выяснилось, что еще два года назад отец подозреваемого звонил в ФБР и просил обратить внимание на своего сына. Тем временем в Нью-Йорке накануне открыла 71-я сессия Генассамблеи ООН. В ней принимает участие и карыгайская делегация во главе с министром иностранных дел Эрланом Абдулдаевым. Напомним, нынешняя сессия посвящена вопросам продвижения целей устойчивого развития во имя преобразования мира. Всего в повестку включены 173 вопроса по проблемам бедности, голода, конфликтам, современных вызовов, включая кризис беженцев и последствия изменения климата. На юге страны подходят к концу уборочные работы. Фермеры Ожской области уже скосили всю пшеницу, а в эти дни активно трудятся над урожаем риса. К концу сентября на полях обычно остается не собранным только хлопок и поздний сорта картофеля. Настало время и для кукурузных комбайнов. В последние несколько лет большинство Ожских фермеров отдают предпочтение выращиванию именно кукурузы. Во-первых, эта культура не требует особого ухода. При этом затрат сравнительно меньше и с реализацией особых трудностей нет. Цена, как рассказывают сельчане, до этого была выгодная – в среднем 20 сомов за килограмм. В этом же году дихкане столкнулись с новой проблемой – небывалой атакой насекомых-вредителей. Гульджан Алтмужбаева выясняла все подробности. Кукуруза не требует особого ухода. В целом культура считается некапризной. Но для хорошей урожайности ей нужно обеспечить хороший полив и рыхлую удобренную почву. Фермер Саарахан Абдулаева на своем участке несколько сезонов подряд выращивает кукурузу. В следующем году планирует отдохнуть почве и собирается перейти на бахчевые – арбуз, дыню и тыкву. Говорит, что от хлопка и овощей другие фермеры не получили ожидаемый доход. У нас 40 соток земли. Уже четвертый или пятый год выращиваем кукурузу. От других растений нет пользы. Одни – расходы. Да и кукурузу мы не будем продавать. У нас домашний скот выращиваем только для корма. Если урожайность хорошая, с одного гектара фермеры получают по 67-69 центнеров кукурузы. Для этого почва должна быть богатой минералами и полив обильный. В этом году дихкане Ужской области столкнулись с новыми проблемами и урожайность низкая. Растения были атакованы насекомыми. Тля повредила почти одну треть всего урожая, но и полив был недостаточный. С водой у нас проблема. А вредители в этом году атаковали все растения. И помидоры, и лук – всё, кроме арбуза и дыни. Бахчевые в этом году дали хороший урожай. И цена была достаточно высокая. В этом сезоне в Ужской области кукурузу пересеяли. Соответственно, это сказалось на цене. В этом году она ниже, чем в прошлом. Фермеры ожидали, что будут продавать кукурузу хотя бы по прошлогодней цене – по 20-25 сомов за килограмм. Но сейчас кило этого злака стоит всего от 6 до 12 сомов. В этом году два раза трактором обрабатывали. За услуги техники платили. Помимо этого налоги нужно платить. За воду, рабочим за услуги. Расходы были довольно большие. Когда пришло время продавать, нам предлагают прямо с поля продать по 6 сомов за килограмм. Но ведь это очень дешево. Поэтому мы решили пока не продавать. Подождем, может зимой цена поднимется. В Оржской области площадь посева кукурузы в этом году составила почти 27 тысяч гектаров. Это на 100 гектаров больше, чем в прошлом году. В то же время с каждым годом снижается площадь посева пшеницы. Это связано с завозом казахстанской муки, говорят специалисты. Участвовать и победить во всемирных играх кочевников так же престижно, как и в Олимпиаде. Об этом делятся на своих интернет-страничках иностранные спортсмены, побывавшие в нашей стране в начале этого месяца. Кстати, статусы и престиж нашей Намадиады подчеркивают не только атлеты, но и власти стран их представляющих. Например, президент Туркменистана Гурбангулубер Демухамедов всем отличившимся спортсменам своей страны на всемирных играх кочевников подарил ключи от новеньких автомобилей марок Toyota и Kia. А руководителю группы национальных конных игры Галганы Штуркменский лидер вручил денежную премию в 30 тысяч долларов. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...